Принятие Советом депутатов отчета об исполнении районного бюджета – вопрос принципиальный. Перед этим важный финансовый документ проходит несколько промежуточных этапов. 21 апреля проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета, комиссии по бюджету и налогам Совета депутатов, а также контрольно-счетной палатой одобрен представленный отчет об исполнении бюджета за 2015 год и было предложено вынести данный отчет на рассмотрение и для утверждения на заседание Совета депутатов. Совет депутатов одобрил отчет об исполнении бюджета 2015 года. Раиса Анашкина отметила, что вектор бюджетной политики на 2016 год в целом сохранится. Он будет направлен на повышение качества жизни людей, предоставление населению социально ориентированных муниципальных услуг. Следующим важным вопросом стало признание проблемными объектами сразу двух корпусов, входящих в состав жилищного комплекса «Гусарская баллада». Основной целью принятия данного решения является признание проблемными объектами корпусов номер 17 и корпуса номер 24, входящих в состав жилищного комплекса. Строительство корпусов 17 и 24 началось в 2013 году и в 2011 году. На сегодняшний день имеется обращение главного строительного надзора Московской области о том, что строительство на данных площадках не ведется. Длительный перерыв в строительстве – один из основных критериев отнесения объекта к разряду проблемных. Небезызвестный строитель ЖУК Вадим Александрович взятый на себя обязательства не выполнен. Каждое наше совещание с участием этого застройщика, если мы потом протоколируем новые обязательства, они опять не выполняются. Поэтому по многочисленным просьбам наших обманутых дольщиков, которые здесь митингуют и в администрации на строительной площадке, мы все-таки выходим с этим вопросом и признаем объекты проблемными. После такого решения необходимо будет проводить санацию объектов и искать новых инвесторов, которые помогут не только достроить проблемные корпуса, но и возвести с нуля несколько социальных объектов – детских садов и школ. Заместитель руководителя администрации Александр Тесля представил совету изменения в порядке эксплуатации нестационарных торговых объектов. Возникла необходимость более четкого определения процедуры их демонтажа и последующего хранения. Мы вносим изменения по трем моментам. Первое – это то, что в ходе демонтажа, комиссия, которая осуществляет демонтаж и составляет акты демонтажа, составляет опись имущества, которая на момент демонтажа находится в этом объекте. Второй момент – это то, что этот нестационарный объект, в случае, если невозможно демонтировать без разборки, соответственно, об этом делается отметка в акте, и на месте производится его разборка и доставка к месту хранения уже по частям. И, соответственно, третий момент связан непосредственно уже с хранением этого нестационарного торгового объекта. Также в ходе сессии депутаты рассмотрели вопросы оптимизации управления муниципальным имуществом, положение о подготовке нормативов градостроительного проектирования и обеспечения медицинских работников служебным жильем. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...